Первым селом, куда отправились участники выездной комиссии, стал поселок Зюзельский. На крыльце сельской администрации первого заместителя главы Александра Ковалева встречает глава села Ираида Зубарь. Пока мы в этом районе, лучше все-таки, наверное, теплотрассы сразу проверить. Вот эти вот на школу, которая идет, и в тот район. Которая самая острая? Ну, школа, детский сад. Детский сад только потому, что там 70 метров на территории детского сада непосредственно. Но там потому, что они открыты и там небезопасно для детей. А в школу, ну, потому что там холодно. Ираида Александровна рассказывает, что в ее поселке проблемы с водоразборными колонками. Из 23-х в зимнее время работает половина. Но главная же беда – это раскрытые теплосети. По ее подсчетам, 40% теплосетей в Зюзельском требуют изоляции. Самое проблемное у нас, конечно же, это открытые участки, которые больше беспокоят. Это детский сад в районе детского сада и на школу. Потому что это объекты, значит, социальные, естественно. И поэтому, слава богу, потому что действительно и открытые – это и небезопасно, особенно в районе детского сада. Потому что открытые участки и вся стекловата, она на виду. Ну, и, к сожалению, дополнительно, а к школе, в связи с тем, что у нас, конечно, температурный режим в школе – это самое проблемное место в зимний период. Специалисты внимательно осматривают каждый сантиметр наружных теплосетей. Вывод напрашивается сам собой. К отопительному сезону нужно все изолировать и утеплять. Кроме того, что от состояния сетей зависит температурный режим в образовательных учреждениях и многобартирных домах поселка, есть и еще один важный момент – безопасность детей. В детском саду теплотрасса проходит в нескольких метрах от прогулочных участков. Слава Богу, что все-таки действительно оказали такое активное внимание накануне именно отопительного сезона. Потому что уже 5-6 год моей работы, к сожалению, в местном бюджете не находятся средств на теплоизоляцию сетей теплоснабжения. Пройдя по линии теплотрассы, участники выездной комиссии решают, что весь объем работ нужно разбить по этапам, а затем выходить на Думу и определяться с финансированием. Но то, что изолировать теплотрассы нужно – это факт. Если этого не сделать, проблемы могут начаться уже осенью. Мы проблемы знали, мы хотели просто убедиться. Вот здесь, походу, много вопросов уже обсудили и в техническом плане, и посмотрели, что если там нам выставляют теплотрассу 450 метров, мы видим реально, при недостатке денег в бюджете здесь можно кусками поменять. Не 450 метров, тут будет гораздо меньше, да, а деньги остальные куда-то использовать еще. И болевые точки самые понять, чтобы запуститься нормально, чтобы народ не получилось так, что мы говорим, сезон открываем вовремя и опять оттягиваем, оттягиваем, оттягиваем. Еще одна проблема поселка Зюзельского – это соблюдение температурного режима в школе. Выслушав все претензии по качеству услуг, специалисты делают вывод – нужна промывка системы теплоснабжения и, возможно, установка циркуляционного насоса. Сегодня договор с новой энергетикой заканчивается. Кто придет дальше? Кто придет дальше – это же время. У нас его нет. Время он будет пока втягиваться, месяц, пока будет. Здесь глава дал распоряжение всем миром сейчас взять и решать вопросы. Найти резервы какие-то. Сейчас мы определимся объемом, видимо, и депутатов будем привлекать, просто приведем, покажем, что, куда и как действовать. Поэтому здесь просто начало отопительного сезона, но ведь совсем не загорали. Еще один важный вопрос, который нужно решить в кратчайшие сроки – это утечки на водопроводных сетях. Ручейки бегут по улицам поселка, а в водоразборных колонках воды нет. Эта зима была для поселка очень напряженная, потому что многие колонки, они и замерзли, и при отогреве они оказались сломаны. И новая энергетика в течение зимнего периода, ремонт этих колонок, она не смогла просто осуществить или в виде своей занятости, или с отсутствием финансов. Поселок Зиджельский – первый среди сельских территорий, куда приехала выездная комиссия. Впереди еще два южных села – станционный Полевской и Полневая. И везде есть проблемы. Общая проблема одна – недостаток средств в бюджете. И когда областной бюджет формируют, нам в принципе по жилищно-коммунальному хозяйству не дают этих денег. И в тарифах у коммунальных хозяйств, которые заложены, денег-то нет на капремонты. Если мы уж говорим откровенно, как ремонтироваться, как выходить из этой ситуации. Только снимать деньги с каких-то социальных программ, что мы в принципе и делаем, это тоже неправильно, тоже до поры доверения. Сегодня вся собранная в ходе объезда села информация уже доведена до главы Полевского городского округа и депутатов городской думы. С утра мы расписали по объемам работ, что надо делать в котельных. И буквально сегодня уже начинаем осмечивать, считать, сколько это стоит. И будем заходить прямо по селам точечно, устранять все эти недостатки. В первую очередь это полдневая, на Демьяно бедного холодная вода льется. Уже больше месяца никто не устраняет. Это зюзилка в двух местах, в одном отрезана, в одном тоже холодная вода. По улице льется, по пятилетке. Это буквально срочно надо делать. Это тоже на следующей неделе мы заходить будем и делать. Такие силы, сейчас глава распределяет, кто пойдет туда, кто туда. Но там юридические вещи, которые надо просто решить. По финансированию, это 94-й закон, который нам не дает сегодня оперативно влиять на ситуацию. Поэтому мы ищем возможности с депутатами сегодня, кстати, на комитете будем это проговаривать. В целом же состояние сети и инфраструктуры – один из самых сложных вопросов, который сегодня предстоит решать администрации города. И здесь без поддержки депутатов нам не обойтись, говорит первый замглавы администрации Александр Ковалев. Кроме этого, параллельно с подготовкой коммунального комплекса южной части города, сегодня администрации готовятся документы по принятию положения о концессии. Это в первую очередь позволит привлекать инвесторов в коммунальный бизнес. Концессионные отношения – это перспектива заимствования инвестиций, что необходимо сегодня Полевскому. По объему работ, который мы определили вчера, он очень огромный. Это состояние, плохое состояние котельных, сельских. Это состояние сетей на авариях, ну, порядка 20 аварий сегодня. Практически при главе создана рабочая группа, которая сейчас в оперативном плане с привлечением не только силного энергетика, которая, к сожалению, работает неактивно, это мягко сказать, да. Сегодня мы разговариваем с ЮКП, даже с ПКК, с привлечением специалистов. Возможно, будем еще к кому-то обращаться, чтобы заходить и устранять те аварии, которые есть. Естественно, понимая, что многие аварии носят капитальный характер, это дополнительные деньги, которые мы не планировали в бюджете, и сейчас с главой ищем источники, чтобы это устранять. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.